Я мог бы ответить на него формально, сказать вам таким образом, что Камбел Колчак, выдающийся полярный исследователь, действительно боевой адмирал, герой русско-японской войны, герой Первой мировой войны. Вы знаете, наверное, что Колчаком был разработан план штурма Константинополя с моря и морского десанта. И, по идее, история по другому пути. Не исключено, что он бы еще поднимал русский флаг во Втором Риме. Мы были близки к этому. Но так получилось, что в массовом сознании он в большей степени ассоциируется как один из руководителей Белого движения, вождей контрреволюции. Ну, кстати, в этом отношении Омск ему максимально обязан, что не было бы Колчака, не было бы Омск некоторое время неофициальной столицей России. Но я вам отвечу более неформально. Знаете, историю пишут победители. И поэтому весь тот негатив, который мы знаем о Колчаке, он, безусловно, победителями представлен во всей красе. Весь тот позитив, который мы не знаем о Колчаке, он откуда? Главным образом, это исследование последних лет, доизвестный фильм «Адмирал». Поэтому заслуживает ли такой человек, как Колчак, памятника в силу масштаба личности? На мой взгляд, безусловно. И таким местом, конечно, и в первую очередь мог бы стать Омск. Кстати, памятник ему стоит недалеко от Иркутска, вы же знаете, там, где его без суда и следствия расстреляли вместе с его первым замом, главой правительства. Но когда поставить этот памятник и где, должны решить сами мечи. Это не должно вызывать раскола в обществе. Надо просто более объективно рассказывать о человеке. К сожалению, вот еще раз говорю, историю писали победители, и поэтому ничего хорошего они о Колчаке не сообщали. Он ведь делал много ошибок тоже, как и любой руководитель. И от его имени проводились зачистки в селах, и при нем, так сказать, террором загоняли в белую армию. Все мы это знаем прекрасно, да. Мы, правда, не знаем, что делала другая сторона, и, поверьте мне, жути там было не меньше, а, может быть, и побольше. Но вот так сложилось. Мне кажется, что тут вообще очень важно для нас понять, что... Вот для меня лично, сразу оговорюсь. Я сейчас буду говорить не как министр культуры, а как, скорее, председателя Российского военно-исторического общества, как историк. Для меня и Колчак, и Фрунзе, который, кстати, в сильной степени его разбил, оказался более эффективным полководцем. Не имея, так сказать, ни одного дня военного образования. Так вот, и Колчак, и Фрунзе, это оба положительные герои. Почему? Потому что они оба отдавали свою жизнь России. Наверное, нам надо пойти по пути Испании. Понимаете, чтобы рядом стояли памятники и красным, и белым. Чтобы они были захоронены на одном кладбище. Чтобы рядом были их могилы. Чтобы мы понимали, что и те, и те, это, в общем, наши деды и прадеды, которые хотели как лучше. А вот урок, который надо извлекать, нет ничего страшнее гражданской войны. Нет ничего страшнее раскола в обществе. Представьте себе, каких бы успехов мог добиться адмирал Колчак и гениальная самоучка Михаил Фрунзе, если бы они воевали рядом против германцев, вместе еще с генералом Брусиловым, на соседних участках фронта. С их харизмой, с их энергией, с их, так сказать, вот за ними вы, солдаты, шли. А наша Трикампания задумалась еще вот об одной идее. Нам кажется, она тоже могла бы быть справедливой. Если бы вместе с памятником Колчаку задумались и о памятнике его гражданской жене Анне Тимиревой. Как вот некий такой символ женской верности. То есть человек, который расплачивался за свою любовь всей последующей жизнью. Вот как вам такая идея? Гражданская жена Колчака, конечно, женщина выдающаяся и одаренная. Вы знаете, она была консультантом на фильме «Бондарчука. Война и мир», который в свое время получил и «Оскар», и «Золотой глобус», и даже, по-моему, сыграла там в одной из эпизодических ролей. Уникальная женщина. Я не знаю насчет памятника, это такая вещь, вещь такая, знаете, спорная. У Колчака же была еще и законная жена, которая тоже ждала его, и тоже любила до последнего дня. Это точно не должна быть государственной инициативой, я скажу так. Но чем больше наши дети будут знать о выдающихся ярких и неординарных личностях, которых рождала наша земля, тем лучше. Пусть установкой памятников в этом случае занимается общественность. Вадим Васильевич, пожалуйста, рассмотрим, что самое славное имя, за которое голосовали наши амичи. Вот такой кандидат, и мы, по итогам этого конкурса сделали. Все те, кого либо называли Саняичи, амичи, а у них на одном из этапов конкурса была такая возможность добавлять те имена, которые им кажутся. Поскольку мы себя позиционируем как первый патриотический областной канал, вот здесь, если будет у вас такая возможность... А что значит 1 и 20? Это 12, это просто такой логотип. 12, это в 1 комнате 12, а 11 так называется, да? Очень честно. Я стояла, 600 тысяч проголосовала, то есть такой большой город. Дорожец, пожалуйста. Да, вот это вот ваша мяча. О Ермак все-таки не уроженец, но если бы не было Ермака, ему бы сейчас с вами не говорили, как 300 лет я бы не сказал. А еще кто же амичка? Сложно ожидать, чтобы человек находился по строге. Слишком позитивный. Впервые на 90-летие Дмитрия Тимофеевича, благодаря автоматическому правительству Омской области, мы провели даже парад в его честь. В честь его юбилея. И в прямом эфире... Деревня Ясова? Да, да. Они там все Ясова. Да, да. В прямом эфире показали его юбилей, который проходил в Москве. Сейчас конкурс, кадетский конкурс, мы вошли к конкурму народа, катастрофически, там места не хватает. В общем, много ребятишек хотят дать корейский конкурс. Говорят, что я те же говорят, что мочи. После газировки, то есть, сезон, на пару. Теперь, Владимир Владимирович, долгое время был в Министерстве образования, теперь опять в Министерстве образования. У меня есть, я не мог продолжить... Ну как... Один из военгальных, военгальных родственников, генерал Медвенский, выпускник он сколько-либо сколько-либо все. Великая княжна приезжала на имене из Кадетского полоса. Губернатором Туркестана. Губернатором Туркестана. Губернатором Туркестана. Губернатором Туркестана. Губернатором Туркестана.